Конюшня в деревне Сватово. Учение отряда «Лиза-Алерт». 52 человека, плюс лошади и поисковые собаки. Все вместе собрались, чтобы отработать легенду, максимально приближенную к реальной жизни. Человек у нас ушел в лес за елкой и потерялся. Сейчас очень много снега, поэтому передвигаться пешком очень сложно. И на лошади это делать гораздо быстрее, эффективнее, человек не устает. Вместе с опытными волонтерами здесь много новичков. Работу поисковиков им объясняют, начиная с самых АЗОВ. Например, как действует спутниковый навигатор. Давайте проверим, поставилась ли у нас точка на карте. Как нам это сделать? У нас есть на навигаторе замечательная кнопочка «Файн». Нажимаем кнопочку «Файн» и выбираем маршрутную точку. Одна из тех, кто пришел сюда впервые, Ирина, требует себе шлем. Техника безопасности езды верхом. Мы не увеличиваем количество пострадавших. Но я боюсь, что на эту шапку он наденется. У меня есть другая шапка. Вот лучше другую шапку. Разобравшись с шапками, Ирина рассказывает о себе. Она хоть и новичок, человек бывалый, воспитывает девятерых детей. Работает и по терапевтам. В седле сидеть умеет. Я давно интересовалась этим направлением. Наблюдала в разных соцсетях за деятельностью «Лиза Алерт». А так как моя деятельность связана с лошадьми, и я имею опыт верховой езды, то мне хотелось бы как-то применить этот свой опыт на деле. Добровольцы разбились на несколько групп. У каждой своя задача. Конники должны найти место, где человек вошел в лес. Если получится, дальше в игру вступают кинологи. Легенда усложнилась. Кроме деда, который пошел за елкой, теперь надо найти и внучку Настю, которая пошла за дедом. Екатерина ставит задачу. Одета Настя у нас была в бордовое такое пальто длинное. Шапка неизвестна, обувь тоже неизвестна. Смотрите на реакцию лошадей внимательно и доверяйте им. Конечно, совсем без праздничного антуража не обошлось. Многие привели своих детей, поэтому и елочка, и гирлянды имеются. Но пусть вас не обманывает праздничная мишура. Люди относятся к учениям максимально серьезно. От них зависит, будет ли вовремя найден человек живым. И этим человеком может оказаться кто угодно. Даже тот, кто прямо сейчас смотрит этот репортаж. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.